Здравствуйте! В клинике мало специалистов, надо куда-то обязательно ехать. В Московской области состоялся 13-й гражданский форум по развитию здравоохранения. Наша историческая память и знания наших детей, нашего более старшего поколения должны отражаться в результатах Диктанта Победы. В округе прошла всероссийская акция Диктант Победы. В этой книге собраны истории о женщинах из разных сфер. Учителя, летчицы, предпринимательницы, ветераны, деятели искусств. Женщинам Подмосковья посвятили книгу. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах, проделанных за отчетный период работы. Более 2000 обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшей неделе. Стражи порядка возбудили 22 уголовных дела. 17 преступлений раскрыто по горячим следам. Также было 160 ДТП. Личный состав сейчас работает в усиленном варианте. В связи с тем, что было 1 сентября в школу, ну и в дальнейшем, что сейчас будут Дни городов и другие мероприятия, которые будут проходить в районе. На территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло два пожара. Оба в черте городского округа. В результате происшествий никто не пострадал. 2 сентября в 17.20. Люберец, Шевляково, дом 17. Пятиэтажный квартирный жилой дом. На третьем этаже в одной из квартир. Обгорели личные вещи, мебель в коридоре и на кухне. На площади 25 квадратных метров. Система ЖКХ городского округа Люберцы работала в штатном режиме. Аварий на сетях электровода и газоснабжений не было. Управление жилищно-коммунального хозяйства продолжает вести мониторинг обращений, поступивших в единую диспетчерскую службу. За прошедший период у нас поступило 3217 обращений. Основная масса обращений это справки. Также вопросы касаемо начислений МОСОБЛ ИРЦ и вопросы электроснабжения, водоснабжения. В проделанной за отчетный период работе отчитали сотрудники управления благоустройства и дорожного хозяйства, а также представители экстренных служб и здравоохранения. В конце встречи исполняющие обязанности главы муниципалитета Владимир Волков пригласили Люберча на День города, который состоится в эту субботу и на выборы Совета депутатов 11 сентября. В округе полным ходом идет ремонт многоквартирных домов. В этом году в 18 МКД уже отремонтировали фасады в 40 домах кровли, еще в двух заменили трубопровод, а в пяти отремонтировали внутридомовые инженерные системы. Наша съемочная группа увидела результат ремонтных работ в доме на первом Панковском проезде. В доме идет ремонт мягкой рулонной кровли без утепления. Начали летом. Произвели полный комплекс работ. Демонтаж старого покрытия, стяжку, уложили защитный слой и покрытие из кровельного материала. Крыша после работ будет находиться под гарантийным ремонтом 5 лет по условиям контракта, но, как правило, такие кровли эксплуатируются и в последующем и 20, и 25 лет. Работы выполнены, еще раз подчеркиваю, очень качественно. Подрядчиком по выполнению ремонтных работ стала управляющая компания ЛГЖТ. Всю работу выполнили в срок – за полтора месяца. На данном этапе работы завершены. Остались только мелкие недочеты и остались мелкие работы устройства флюгарок и устройства примыканий колпаков. Всего в 2022 году планируется отремонтировать 135 МКД. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Исполняющий обязанности главы городского округа Люберцы Владимир Волков, а также секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий посетили объекты долевого строительства в ЖК «Томилино». Собственники квартир в домах 7, 8 и 10 ждут ключи с 2017 года. Новая компания, которая взялась за продолжение строительства, пообещала, что ждать осталось несколько месяцев. Долгожданный дом на финишной прямой. Во время предыдущего визита дольщики видели в своих квартирах только голые стены. Сейчас к новоселью практически все готово. Ну, отделка неплохая, white box, ну, может, материал, конечно, не супер премиум, но нейтральный, совершенно нормальный, можно заезжать и жить. Откосы у окон не пластиковые, штукатурят, вот, ламинат нормальный, не линолеум. Я сейчас не чувствую абсолютно ничего, и все свои эмоции я отложила до того момента, как получила ключи. Этого момента Мария Маух ждет уже пять лет. Квартиру в ЖК Томилино приобрела в начале 2017 года. Ключи обещали выдать уже через 8 месяцев. И даже сейчас, когда дом практически достроен, девушка не верит, что скоро переедет в собственное жилье. Я уже за пять лет столько обещаний наслушалась, что я не верю уже ничему. Обещаниями кормила недобросовестная строительная компания. В итоге объявление о банкротстве и приход нового застройщика. Его работа под тотальным контролем. Все будут стремиться к Новому году. Желательно приехать сюда на стульчике и встретить Новый год. Я согласна. Приложи, Руси, тревожи. Для того, чтобы дольщики встретили Новый год в своих квартирах, строители должны завершить работу в конце октября. Далее заключение соответствия и процедура передачи жилья через арбитражного управляющего. По словам руководителей проекта, уложиться в эти сроки реально. Мы сейчас проводим завершение работ по устройству инженерных коммуникаций, отделочные работы, работы по благоустройству. Подключаем наружные сети к внешним источникам энергоснабжения. На сегодняшний день те обязательства, которые сегодня перед дольщиками, они выполняются. Поэтому сегодня нет опасений, что жилье будет завершено. Все это на контроле. В стадии завершения три корпуса жилого комплекса. Это дома номер 7, 8 и 10. Ключи от квартир получат 467 дольщиков. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В жилом комплексе Томилина Парк состоялось официальное открытие дороги, которая соединила новый микрорайон и Новорязанское шоссе. Жители рады. Экономия времени на дорогу в Москву и обратно значительна, и выезжать из комплекса стало удобнее. Подробности в следующем материале. Длина дороги от жилого комплекса Томилина Парк до Новорязанского шоссе чуть более километра. Четыре полосы, уличное освещение, два павильона ожидания транспорта, дорожные знаки. Дорога проложена уже давно, но запустить по ней транспорт не могли. Единственные были сложности по вводу в эксплуатацию в связи с определенными техническими сложностями и документальным оформлением. На участок земли, примыкающий непосредственно к шоссе, надо было оформить сервитут. Право пользования чужим земельным участкам. С решением юридических вопросов помогла администрация городского округа Люберцы. На торжественное открытие пришли жители. Виктория Рущак живет в этом микрорайоне около года. У молодой семьи есть автомобиль. Супруг ежедневно ездит в Москву на работу. Очень ценно, потому что при выезде из жилого комплекса приходилось делать большой разворот в Октябрьском, что создавало лишние траты времени. Ну, как бы неудобно было. Сейчас это прямой выезд на Новорязанское шоссе, поэтому значительно сокращает путь. Последний фрагмент дороги, так называемое примыкание к шоссе, это участок протяженностью 20-25 метров. На завершающем этапе необходимо было выполнить разметку и установление ограждений, и подключить освещение, примыкание. Работы были выполнены достаточно оперативно. Все работы по строительству выполнены компанией-застройщиком по условиям инвестиционного контракта. Конечно же, вот такой относительно небольшой участок дороги, 1,3 километра, поможет всем жителям, автомобилистам, кто на личном транспорте, а также на общественном, выезжать из микрорайона, сокращая порядка 20 минут. Если прибавить время на дорогу из Москвы, то это уже 40 минут, посчитали жители. Дорога важна, так как микрорайон продолжает застраиваться. Новоселы, как правило, молодые семьи, для которых мобильность на первом месте. Богдан Колесников, Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На территории закрытого в конце 2020 года полигона твердых коммунальных отходов Торбеева ведутся работы по дополнительной отсыпке участков, на которых еще несколько лет назад производились захоронения отходов. Главная цель мероприятия – не допустить загрязнения окружающей среды свалочным газом и другими вредными веществами. В ночное время работаете, нет? Нет, в ночное время не работаем. Работаем 11 часов. Вот с утра начинаем. Ну, с 7, а не с 6 начинаем. Дорожная карта по отсыпке последних двух участков инертными грунтами во избежание попадания в атмосферный воздух свалочного газа разработана весной компанией «ЭНИД», которая осуществляет все работы на территории полигона. Документ согласован с администрацией округа, Министерством ЖКХ Московской области и Минэкологии. Очередность засыпки участков определили. Этот участок у нас площадью 6 гектар был последний по засыпке отходов. Поэтому он наиболее проблемный, потому что, в принципе, от него идет основной запах свалочного газа. Засыпаем грунтом. Слой грунта от 2 до 4 метров, то есть это с уплотнением, то есть это серьезная засыпка. Ход проведения работ по отсыпке свалочного тела полигона контролирует Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области под его контролем и недопущение завоза твердых коммунальных отходов в Торбеево. В настоящее время никакие отходы сюда не поступают. Рабочие карты у нас уже здесь поросли травой. Жалобы, которые поступают в Министерство ЖКХ, в администрацию, о том, что сюда завозятся какие-либо отходы, это неправомерно. Отсыпка идет полным ходом склонов полигонов. Думаю, что указанные мероприятия значительно уменьшат выбросы загрязнячных веществ в атмосферу, что благополучно скажется на экологии. После отсыпки первого участка, а работу завершат в конце осени, приступят к отсыпке второго, последнего участка, площадью 6,2 гектара. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Состоялся 13-й гражданский форум по развитию здравоохранения Подмосковья здоровья. Более 300 участников – медики, представители власти и жители трех округов – Люберцы, Бронницы и Раменский. Люберцы представил исполняющий обязанности главы Владимир Волков. Какие вопросы в области здравоохранения беспокоят жители этих территорий и какие решения предлагают муниципальные и региональные власти, узнали мои коллеги. То, что форум медицинский, видно еще на подъезде ко Дворцу культуры Победа в Раменском. Работают мобильные медицинские комплексы, где можно сделать УЗИ, ЭКГ и флюорографию. Но до этого регистрация. Всем участникам выдается маршрутная карта пациента. Также можно вакцинироваться от ковида и измерить артериальное давление. Член общественной палаты Люберец Михаил Зайденберг измерил уровень глюкозы и готов оценить уровень медицины в округе. Сейчас стало намного лучше. У нас, я так понимаю, что и ремонт проводится в поликлиниках, и в больницах проводят. Вот сейчас сосудистые, есть отделение очень хорошее. Жительница Люберец Наталья Порфирьева измерила давление. Что касается уровня здравоохранения в округе, говорит, что хотелось бы лучше. Потому что у нас в поликлиниках мало специалистов. Надо куда-то обязательно ехать. Неудобно это. Поликлиника рядом с домом, а приходится ждать. Ну, в талон тоже ведь очередь. От округа выступил исполняющий обязанности главы Владимир Волков. Он отметил, что работа с жителями по вопросам медицины ведется ежедневно. С медицинским сообществом тоже, особенно в части привлечения специалистов. На сегодняшний день Люберецкая областная больница укомплектована кадрами на 98%. Центр охраны материнства и детства на 95%. Правительство выделяет средства на компенсацию арендованного жилья. И вот цифры, которые составляют 207 жилых помещений, выделенных за последние 5 лет, конечно же, благодаря этому и дают нам возможность привлекать новых специалистов. За последние 5 лет в округе появилось 7 новых объектов здравоохранения. Например, детское отделение в стоматологической поликлинике. Поставлены 5000 единиц нового оборудования. Обновился и вырос автопарк скорой помощи. Люберецкая областная больница в последнее время стала одним из лидеров Подмосковья по привлечению кадров. В 2021-2022 году было принято 158 врачей и 143 медицинских сестры. От достижений к вопросам наблюдается дефицит узких специалистов. Многим действующим объектам требуется капитальный ремонт. Протечки, сырость, отваливающаяся штукатурка – это еще встречается. По мнению экспертов, округ также остро нуждается в новых стационарах. Основная задача – это, конечно же, уйти от, о чем вы говорите, от 6-7, ну это вообще прям совсем и даже от 5-4 местных палат, чтобы это было все-таки 2-3 местные палаты, ну максимум 4. Участники форума подробно обсудили каждый объект. Светлана Стригункова обозначила сроки строительства или ремонта, поставки медицинского оборудования. В завершении мероприятия члены президиума и главврачи из трех округов ответили на вопросы жителей. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Первое стационарное отделение Люберецкой областной больницы – самое крупное в округе. Оно включает в себя сосудистый центр и 10 профильных подразделений. О работе врачей, узких специалистов и возможностях получения медицинской помощи для пациентов расскажут мои коллеги. Сосудистый центр пациентов с инсультами и инфарктами миокарда привозят ежедневно. Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения рассчитано на 60 коек. Такое же количество пациентов может единовременно находиться на лечении и в кардиологическом отделении. За год в сосудистом центре оказывают экстренную медицинскую помощь нескольким тысячам больных. Компьютерный томограф с помощью рентгеновских лучей позволяет нам проводить полноценную диагностику всего тела человека и выявлять самый различный спектр патологий от острых воспалительных до хронических, онкологических. Например, диагностировать с самого частого инсульта, пневмонии, какие-то онкологические процессы. Весной в отделении открыли кабинет магнитно-резонансной томографии. Аппарат МРТ делает изображение с большей чёткостью и детализацией и позволяет выявить заболевания на ранних стадиях. Теперь ремонтируют помещение, в котором установят современное рентгенооборудование и второй ангиограф. Здесь будут проводить диагностику сосудов не только в экстренном, но и плановом порядке, чтобы предотвратить возникновение инсульта. Ещё до возникновения инсульта при диспансеризации выявить бляшку в брахиоцефальных артериях. И эту бляшку таким образом за счёт стентирования купировать, то есть устранить её. В случае с Валентиной Леонтьевой предотвратить рецидив заболевания удалось. Женщина почувствовала недомогание и пришла в поликлинику по месту жительства. По всем симптомам – подозрение на ишебический инсульт. И врачи немедленно приняли решение об экстренной госпитализации. Три-четыре дня, и я уже прямо ожила. И глотать хорошо стала, и это. Ну, во всяком случае, спасибо им всем. Сёстры внимательные, до предела. Нянечки вообще. Благодарность безысходная. А за врачей речи быть не может. Спасибо. В больнице большое и эндоскопическое отделение, где пациентам проводят своевременные исследования органов брюшной полости и лёгких. На высоком уровне выполняют малоинвазивные операции. Современная технологическая аппаратура, формат видеоизображения HD, что позволяет очень хорошо рассматривать структуру каких-то образований, полиповидных образований. Есть специальный НБА-режим узкоспектральный для выявления более детальной структуры, каких-то патологических структур – язв, полипов, новообразований. Лечение онкологических заболеваний, артрозов и артритов пациенты проходят рядом в радиотерапевтическом отделении. Сеансы лучевой терапии на самом современном оборудовании проводят в процедурном кабинете. Возраст не является противопоказанием для проведения лучевых процедур. Основным показателем является гистоморфологическое подтверждение злокачественной опухоли. Гистоморфология – это состав клеток, из которых состоит опухоль. За год в профильных подразделениях первого стационара Люберецкой областной больницы проходит лечение более 5000 жителей округа, средний возраст которых – от 50 до 60 лет. Цена усилий медработников – продление жизни пациентов. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Жительницы городского округа Люберцы старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию. Проект запустили в августе, чтобы у женщин была возможность пройти обследование без предварительного визита к терапевту или гинекологу. Как воспользоваться медицинской услугой и почему это важно, расскажут мои коллеги. Я уже делала три раза маммографию. Я слежу тщательно за своим здоровьем, потому что я прежде всего женщина. Этому же я приучила своих дочек, которых у меня три. Профилактическое обследование лишним не бывает, уверена Елена Максимова. После 40 лет одним из обязательных пунктов медосмотра для нее стала маммография. Обследование и консультация врача по графику каждые два года. По словам врачей, так следить за здоровьем должна каждая женщина. Мы сейчас активно агитируем скрининговую маммографию, то есть профилактическую маммографию. Почему? Потому что установлено, что в Московской области более миллиона женщин, если быть точным, то 1,7 миллиона женщин не сделали маммографию старше 40 лет. Мы, онкологи, наблюдаем такие факты, как женщина, не сделавшая в жизни маммографию, приходит к нам уже с образованием, уже со злокачественным образованием. И для нас это очень печально. Избежать таких серьезных последствий поможет своевременная диагностика. Чтобы упростить порядок записи на обследование, минуя участковых терапевтов или гинекологов, в Московской области вели услугу самозаписи. Ею уже активно пользуются жительницы Люберец. Все, что перешло в электронный документ и оборот, и систему через госуслуги, это всегда намного удобнее, нежели чем стоять в очередях и отзваниваться в поликлинике. Потому что загрузка у них большая, пациентов много. И, конечно, в электронном виде это намного быстрее и удобнее будет сделать. В настоящее время современные цифровые маммографы есть в 3-й, 2-й и центральной поликлиниках Люберецкой областной больницы. Еще один аппарат устанавливают в 6-й. Записаться на обследование можно через портал госуслуги, либо по телефону 122. Донорскую акцию провела Люберецкая станция переливания крови. Приурочена она к Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно 17 сентября. В этом году одними из первых участия в акции приняли студенты Люберецкого медицинского колледжа. Они учатся помогать людям. Поэтому в акции, которые для кого-то жизненно необходимы, приняли участие без раздумий. 56 будущих медиков, которым уже есть 18 лет, стали донорами. Большинство из них сдавали кровь впервые. Как студент третьего курса Денис Баринов. За то, что я стал работать в медицине, я понимаю, что это достаточно важная часть в данной сфере. Я хочу помогать людям и в дальнейшем стать почетным донором России. А для этого нужно сдать кровь 40 раз. После получения статуса почетным донорам выплачивается ежегодная выплата 15 тысяч рублей. Предоставляются льготы на услуги ЖКХ, на проезд, а еще они могут уходить в оплачиваемый отпуск в любое удобное для себя время. Кровь всегда нужна в больнице. В нашей больнице, в других соседних больницах. Служба крови – это единая база. Если где-то какой-то крови нет, мы обязательно должны откликнуться. Мобильная станция переливания крови начинает свою работу с сентября. Когда большинство людей выходит из отпусков, а у студентов начинается учеба. Поэтому с сентября по май – лучшее время, чтобы сделать доброе дело. Хочу заметить, что увеличился приток первичных доноров за последние 8 месяцев. Доноров 800 человек в год. Это очень большая цифра по сравнению с прошлым годом. Такие акции проводят для пополнения запасов донорской крови и ее компонентов. Как отметили сотрудники станции, ждут абсолютно всех. Но людей с первой отрицательной, в особенности, это универсальные доноры. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы почтили память жертв теракта в Беслане. 18 лет назад небольшой город в Северной Осетии стал символом печали и скорби и немым напоминанием, что подобные трагедии не должны повторяться. В Беслане новый учебный год начинается не 1, а 5 сентября. Это единственный город в России, где День знаний уже никогда не будет считаться праздником. Но в первые дни осени о тех страшных событиях вспоминает вся страна. Объявляется минута молчания. С 2005 года 3 сентября отмечено в российском календаре как День солидарности в борьбе с терроризмом. На территории православной школы «Образ» в Малаховке каждый год проводят митинг, посвященный памяти всех тех, кто пострадал от этого зла. Мы сегодня наблюдаем, что происходит в мире. И вот эта дата, она всем напоминает нам, что от этого никто не застрахован. И учитывая то, что подобное, не дай бог, может повториться, мы все должны быть на страже, соблюдать все вопросы, связанные с безопасностью. Давайте помолимся за тех, кто отошел в мир иной. Это наши такие же одноклассники, такие же ребята. Помолимся за них. Но и самое главное, великий подвиг взрослых – это понятно. А какой подвиг у детей? У детей подвиг – это учиться. Учиться и учиться. Благочинный церквей Люберецкого округа Вячеслав Новак провел заупокойную литью по жертвам терроризма. После церемонии все участники митинга возложили цветы к памятнику, установленному на территории школы. Жители Люберец смогли проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. В округе прошла всероссийская акция «Диктант Победы», которая создана по инициативе партии «Единая Россия». Насколько сложным оказался диктант, узнаем в материале наших корреспондентов. Одной из центральных площадок для «Диктанта Победы» стала гимназия номер 20. Проверить свои знания в области Великой Отечественной войны сюда пришли около 30 человек. Диктант состоял из блока с тестовыми заданиями и блока письменных ответов. Впечатление уйма, потому что такие акции обязательно должны быть, чтобы мы помнили о подвиге наших героев и о том, что пережила наша страна. Для того, чтобы жители могли проверить знания и истории, в округе организовали 34 площадки. Участником мог стать любой желающий. Среди них оказались депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий. В нашем округе этим вопросом занимается управление образованием нашего городского округа при плотном взаимодействии, содействии нашего отделения «Единая Россия» по Люберецкому городскому округу. Я думаю, что это такой, в следующий раз такой толчок. Еще раз заглянуть где-то в учебники, где-то в интернет, в энциклопедию, почитать, посмотреть, уточнить. Ну, то есть это такой живой интерес к тому, что было. Музейно-выставочный комплекс городского округа Люберцы. Здесь собрались 50 человек. Это люди разных возрастов, профессий и национальностей. Никита Соколов участвует впервые. Проверить, может, какие-то свои знания, хотя, наверное, по этому поводу немного переживаю, но будет для меня мотивацией, чтобы потом после этого диктанта посидеть и чуть глубже углубиться в историю Второй мировой войны. Участникам потребовалось ответить на 25 вопросов по событиям Великой Отечественной. На выполнение заданий 45 минут. Я волновался и в том году, когда шел и садился за парту и писал «Диктант Победы», так же и сегодня. Как и любого, наверное, человека, эти чувства возврата в школьное время, когда мы садимся за парту, меня тоже не покидают. У нашего историческая память и знания наших детей, нашего более старшего поколения должны отражаться в результатах «Диктанта Победы». Акция «Диктант Победы» в этом году прошла в России и еще 42 странах. В городском округе Люберцы в ней приняли участие около 2000 люберчан. Богдан Колесников, Мария Антонова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Председатель правления Люберецкого общества жертв политических репрессий отмечает юбилей. В Доме ветеранов, где чествовали аду под Колзину, собрались ее друзья и коллеги. Дай Бог вам здоровья, долголетия. Вы замечательный человек, очень думающий, мудрый. Я вам скажу, объективно оценивающий все происходящее. Ада Александровна очень ответственный человек, очень беспокойный. Ада Александровна во всем любит порядок и точность. Лицомеров видит сразу. Разбираться в людях научила жизнь. Это фотография моей семьи. Это старший брат, мама. Я здесь мне 14 лет. Сестра, мы с ней двойняшки. Это младший брат. Эта фотография сделана в 1951 году. На снимке вся семья. Не хватает только отца. Весной 41-го года его арестовали по зловещей 58-й. Поступило заявление от соседки, что якобы мой отец вечером был в компании, с друзьями разговаривали. Якобы он неосторожно отозвался о Сталине. На утро пришли, отца забрали, и больше мы его не видели. Десятилетиями мы чувствовали всякие, как говорится, припоны для нас. Мы считались семья врага народа. Ада долго разыскивала отца. Когда нашла, было уже поздно. Чтобы узнать причину смерти, писала даже в Кремль. Ответ пришел – погиб в заключении. Несмотря ни на что, Ада Александровна получила хорошее образование и связала свою жизнь с медициной. В 2004-м возглавила в Люберцах общество жертв политических репрессий. Многие жители даже не знали, что у нас есть такая категория людей, которые пострадали в те страшные времена. Что они реабилитированы, что они страдали, что от них отворачивались. Они некоторые даже до сегодняшнего дня не знают, где могила отца. Сегодня в городском округе Люберцы проживает 241 человек, чью семью коснулись сталинские репрессии. Они – учителя, врачи, железнодорожники, строители. В октябре Люберецкое общество жертв политических репрессий отметит 30-летие. Я бы пожелала всем нашим реабилитированным и людям Люберецкого округа, чтобы они были здоровы, чтобы здоровье сегодняшнее у них было завтра лучше, чем сегодня. И я хочу и вам пожелать хорошего здоровья молодым. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялась презентация книги «Имя твое – женщина Подмосковья». В ней собраны истории представительниц прекрасного пола, которые внесли неоценимый вклад в развитие региона. На торжественном собрании побывали и мы. Женщины России, женщины России, где беретесь силы, мы еще свои. В честь «Женщин России» рождаются стихи и звучат песни, а «Женщина Подмосковья» посвящают книги. Столичный регион славится успешными, образованными и талантливыми жительницами, которые в разные годы оставили неизгладимый след в истории. Их имена теперь собраны в этой книге, созданные по инициативе президента благотворительного фонда «Исток» Екатерины Багдасаровой. Благотворительный проект. Мы передаем эти книги в дар сельским библиотекам, городским библиотекам, различным организациям. В этой книге собраны истории о женщинах из разных сфер. Учителя, летчицы, предпринимательницы, ветераны, деятели искусств. Несколько экземпляров Екатерина Багдасарова подарила люберецким учреждениям и общественным организациям. Во время торжественной встречи она наградила памятной медалью дочерям отчизны Ирину Назареву, которая долгие годы занимала пост первого заместителя главы администрации городского округа. Особое внимание Ирина Геннадьевна уделяла созданию дополнительных мест для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. На презентацию книги пригласили женщин городского округа Люберцы, которые внесли вклад в развитие муниципалитета. Это представительницы здравоохранения, образования, культуры и других важных сфер. Где требуется ответственность, основательность, какой-то творческий подход, дисциплинированность, и чтобы наверняка получилось, не просто, а получилось, там везде женщины. Каждого из вас и знаю, и ценю, и люблю, потому что каждый из вас засуен самых высоких похвал, наград, внимания. В книге «Имя твоё, женщина, подмосковье» 91 история. Среди героинь есть Люберчанка, спасатель Ксения Власкина. Познакомиться с биографиями выдающихся жительниц Московской области можно в библиотеке имени Есенина. Луиза Егязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберецком техникуме имени Юрия Гагарина открыли комплекс учебных мастерских. Они созданы в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», госпрограммы «Реализация образования». Подробнее в репортаже Богдана Колесникова. Новые мастерские оснастили современным оборудованием. На нём будут проходить учебную практику и студенты, и школьники. Преимущественно мы сотрудничаем в рамках проекта «Путёвка в жизнь» школьникам Подмосковья. Получение профессии вместе с аттестатом. Также ребята приходят к нам, начиная с пятого класса, на профессиональные пробы. В рамках также федерального проекта «Билет в будущее». Несколько лет назад была принята федеральная программа, позволяющая лучшим коллективам педагогическим и студенческим претендовать на высокие гранты. Колледж выдержал очень серьёзную конкуренцию, победив в этом федеральном проекте «Молодые профессионалы». По результатам конкурса Люберецкий техникум получил грант, благодаря которому здесь удалось создать учебные лаборатории. Здесь монтируют электрооборудование летательных аппаратов. Студенты собирают и ремонтируют блоки управления бортовыми огнями и световой сигнализацией, выполняют сборку и бандажирование жгутов, монтируют внутриблочные электроагрегаты авиационной техники. Детали очень маленькие, всё можно делать очень аккуратно. В 2018 году стартовал проект «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья. Получение профессии вместе с аттестатом». В Люберцах одна из первых в нём приняла участие восьмиклассница Мария Дюкарева. Её с детства привлекали самолёты, поэтому специальность производства и обслуживания авиационной техники, которые обучают в Гагаринском техникуме, приглянулась сразу. В 8-9 класс мы ходили в этот техникум как раз и получали образование, специальность. Мария быстро втянулась в процесс обучения и показала отличные результаты. Три года назад представила техникум на Московском международном салоне образования, а в 2020-м участвовала в региональном чемпионате «Молодые профессионалы». Открытие новой мастерской ждала с нетерпением. В ней очень удобно работать из-за солнечного света. То, что вот как раз сзади окна, и он попадает спокойно в лабораторию и очень хорошо освещает. Плюс верстаки оборудованы искусственным светом. Я пойду дальше на высшее образование уже поэты, ну и буду собирать самолеты. А в этой мастерской учебную практику проходят студенты по специальности внешнее пилотирование и эксплуатации беспилотных воздушных судов. Современная техника и оборудование позволяют освоить все этапы работы с беспилотными летательными аппаратами самолетного и мультироторного типов. Предполетный осмотр, планирование автоматической полетной миссии, обработка данных аэросъемки. Побывав в этом учебном заведении, мы уже увидели новые беспилотные летательные аппараты, которые выпускаются. И самое главное, что сейчас ребята, проходя обучение, начинают разрабатывать свои новые детали. Вначале это детали, потом какие-то конструкторы, потом после из них собирается уже новая идея, новые аппараты. Благодаря открытию новых мастерских, молодые люди не только получают качественное образование, но и приобретают практические навыки и в дальнейшем успешно реализовываются как профессионалы. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В новый учебный год с новым спорткомплексом. В 24-й гимназии городского округа открыли новую спортивную площадку. В честь этого события для ребят устроили праздник. На новом спортивном поле с показательными номерами выступили самбисты и ученики гимназии. Появление новой современной спортплощадки. Это настоящий праздник как для гимназистов, так и для преподавателей. Особенно разницу с предыдущим полем заметили старшеклассники. Я учусь здесь 11 лет и, конечно, есть чем сравнить по сравнению с предыдущим полем. Это просто фантастика. Отремонтировали беговые дорожки, футбольное поле, установили ограждения и новые ворота. Поздравить ребят с таким приобретением приехал Владимир Ружицкий. Мы в этом году таких стадионов открыли 15, а в прошлом только 3. Поэтому мы в этом плане набираем обороты. Посещать новый спорткомплекс могут не только ученики гимназии, но и жители близлежащих домов. Для спорта двери этой площадки открыты любому желающему. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте LRT.TV или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова